Субтитры делал DimaTorzok Барселон. Продолжается у нас групповой этап и нас ждет очень интересная игра. Ошибаться никто не захочет и терять очки тоже, поэтому команда на поле выходит за результатом. Сегодня отличная возможность решить некоторые из своих задач в этом турнире. И вот в таком составе сегодня играет Шахтер. Похоже схема 4-5-1 у них сегодня и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно впереди помогут. В новейшей истории Барселона впервые выиграла Лигу Чемпионов в 2006 году. Многие помнят, я думаю, ту веселую команду с ЭТО, Рональдинию и совсем еще молодым Месси в нападении. Да, а главным тренером той команды был легенда Барселоны Франк Райкард. С тех пор в команде появилась традиция назначать на пост главного тренера, как правило, своих бывших игроков. И смотрим на состав Барселоны. Марк Андре Терштеген сегодня в воротах. Рональд Арауха начинает с Андресом Кристенсеном. Фрэнки Де Йонг начинает с Серхио Бускетцем в центре полузащиты. И нападающий Роберт Левандовский. Начинается наш матч, и вместе с ним стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Александр Зубков. Степаненко. Прошу отдал, может быть опасно. Очень уверена защита останавливает эту атаку. Арбитр не стал свистеть в пользу провинившегося и дает Барселоне завершить атаку. Будет отложенный штраф. Степаненко. И что он сделает здесь? Вручает врата. Судья ничего не забыл и показывает вот теперь желтую карточку за это нарушение. В центр штрафной пошла подача. И этот удар приходится точно в голкипера. Что Левандовскому скажешь? Какой игры ждать от него? Он из тех, кто всегда играет на команду. Имеет такого футболиста в составе мечтает каждый тренер. Вокруг него можно строить игру и быть уверенным, что он не подведет. Линейный судья показывает, что было положение вне игры. Серхио Бускец. Потерян мяч Барсы. Фрэнки де Йонг. Фати. Дальше мяч не идет. Перехват. Александр Зубков. Решил сместиться в центр. И пробил. Большой играет Терштегин сейчас. Крайне удачно он сейчас и вовремя мяч выносит. Могло быть опасно. Потрясающее спасение было в недавнем эпизоде. Вратарь, если и дальше так будет играть, может претендовать на героя встречи. Погодите, сейчас может быть очень опасно. Вратарь ждал этот мяч и легко забирает. Педри с мячом. Де Йонг с мячом. Для защиты все могло закончиться гораздо хуже, но этот перехват спас команду. Шахтер с мячом на фланге. Вижу там свободное пространство. Нет ничего опасного в этом эпизоде. Жюль Кунде с мячом. Рафинья получает передачу. И нет больше мяча у Барселоны. Барселоны. Хорошо, сейчас мяч ходит у команды. Рафинья. Жюль Кунде с мячом. Ливандовский. Бускец что придумает? Роберт Ливандовский. Фати. Выше ворот проходит мяч. Хороший удар получился. И желтую карточку получает игрок. Очень спорное решение арбитра. Да, за такие вещи обычно выгоняют с поля. Ярослав Ракицкий. Степаненко. Классный пас на ход верхом. Будет опасный момент. Останавливает оборона эту атаку. Пас не получился. Перехват. С мячом Ансу Фати. Мяч вратарь ведет от ворот. Очень хорошая возможность забить. Упущен. Не очень понятно, чем Ливандовский занят на поле. Не хочется его ругать. Но поводов хвалить себя он тоже нам сегодня не дает. Такое ощущение, что на одного игрока меньше на поле. По карте видно, что я недалек от истины. На ней почти нет ничего из того, что должно быть. Отборов нет, передач нет, ничего нет. Отчего тогда должны появляться голы? Вот в чем вопрос. Штрафной в пользу Барселоны. Бускец. С мячом Ансу Фати. Пас на Ансу Фати. Никуда не годится такая игра вратаря. Эта ошибка стоила команде пропущенного мяча. Еще раз смотрим на забитый мяч. Он получился немного курьезным. Отняли мяч у вратаря и закатили его в пустые ворота. Отличный матч смотрим. Шахтеру теперь нужно отыгрываться, а значит будет еще интереснее. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас. Но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Всего одна минута добавлена к основному времени. Фрэнки Деон. Дает арбитр свисток. Перерыв будет на БВБ штадионе. Начинается наш матч. И вместе с ним стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Вручает вратарь. Судья ничего не забыл. Роберт Ливандовский. Фати. И желтую карточку получает смычом Ансу Фати. Пас на Ансу Фати. Никуда не годится такая игра вратаря. Эта ошибка стоила команде пропущенного мяча. Начинается второй тайм первого группового матча в Лиге Чемпионов. Фрэнки Де Йонг. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Хороший отрезок сейчас проводит команда. Шахтер в атаке. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Опасно такая игра может закончиться. Пробил неплохо. Удивительная игра в исполнении Тер Штегина. Новый игрок появляется на поле. Замена в составе Шахтера. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Он классно играет в прессинге. Мяч перехвачен. Александр Супков. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. И немного силы не рассчитал он. Тут мяч у вратаря окажется. Мяч потерян. Теперь надо обороняться. Сергей Бускец. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Барселона сейчас заметно проигрывает у Владини мячом соперник. Владини для них сейчас не самое главное. Думане это отлично понимает. Что соперник будет стараться разыграть мяч до верного. И к этому должны быть хорошо готовы. Петри. 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 Пошел вперед Джорди Альба. Бембеле. Защита принимает. Удар на себя. Замена двойная, но в разных командах. Пошла подача. Барса получает шанс. Сета пенальти. Левандовский начинает разбег. А вот так играет вратарь. Очень непросто забить ему с точки. Решили разыграть мяч вместо навеса в штрафную. Петри с мячом. Передача на дембеле. Надо забивать! Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее. И точно был бы гол. Степаненко. Соперник перехватил мяч и может начинать атаку. Есть партнеры в атаке с ним. Левандовский. Прекрасная передача. Очень хорошую атаку удалось защите прервать. Четверть часа еще играть команду. Все по правилам. Мяч переходит к сопернику. Роберт Левандовский. Жорди Альба. Как здорово он сыграл на перехвате. Очень скоро судья даст финальный свисток. Но пока что нужно продолжать и биться за свою победу. Это я про Барсу, конечно. Минимального преимущества в счете ей должно хватить. Откровенно говоря, обе команды не балуют нас атакующим футболом. 1-0 на табло после почти полного матча. Сильно сомневаюсь, что мы увидим больше одного гола в оставшееся время. Хотя проигрывающей стороне явно не помешает добавить в игру немного риска. Но тут даже играть на перехвате не пришлось. Мяч сам пришел. Последний шанс сравнять счет. Навес в штрафную. Утар пришелся в кого-то из игроков. А момент-то был опасный. До конца второго тайма 4 минуты. Жиль Кундесмичок. Роберт Ливандовский. Дембеле. Можно забивать. Тут Барселона добивается успеха. Отличная контратакка получилась. И главное, что получилось забить. Повторяют нам этот момент. И в ворота бил он уже с очень близкого расстояния. Так что тут шансов промахнуться не было. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. 3 минуты добавляет судья. Прекрасный подкат. Без нарушения правил и мяч у него. Здорово сейчас может контратака пройти. Федрис мячом. И пойдет он дальше сейчас. Гол. Еще один мяч забивают. Теперь разница плюс 3 в их пользу. И никаких шансов упустить победу. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли перед тем, как забить. И отличное завершение. Под прессингом защиты мяч все-таки нашел путь ворота. Финальный свисток арбитра звучит. Первый матч для них заканчивается поражением. К сожалению, соперник оказался лучше готов к этой игре. Видно это было и по общему плану, и в мелочах. Просто они лучше подготовились к старту в Лиге Чемпионов. И знали, как играть против своего соперника. Он провел хороший матч. Просто здорово смотрелся. Отлично сыграл. Забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действиями. Выручает вратарь. Судья ничего не забыл. Роберт Ливандовский. Фати. И желтую карточку получает с мячом Ансу Фати. Пас на Ансу Фати. Никуда не годится такая игра вратаря. Эта ошибка стоила команде пропущенного мяча. Удивительная игра в исполнении Тер Штегена. Новый игрок появляется на поле. Замена в составе Шахтера. Дембеле. Защита принимает удар на себя. Замена двойная, но в раз. А вот так играет вратарь. Очень непросто забить ему с точки. Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее и точно был бы гол. Роберт Ливандовский. Дембеле. Можно забивать тут. Барселона добивается успеха. Бедри с мячом. И пойдет он дальше сейчас. Гол. Еще один мяч забивают. Теперь разница плюс три в их пользу. И никаких шансов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова